сегодня суббота рабочий день и мы работаем результаты у нас отличные все на месте все работают сегодня у нас отличный классный день а почему ставитесь на канале я вам расскажу покажу он тут же у нас подключился миша к работе несмотря на выходной день вик ну чего у тебя работы много все пошла реклама прошлом году когда у меня было день рождения я вернее мы решили сделать мне подарок купили кусочек крыма многие помнят мы ездили феодосию за покупкой земельного участка выбирали мы дистанционно об этом мы снимали видео что где в принципе уже даже всем понятно почем там были когда-то предложение кстати она подорожала что в принципе неудивительно потому что хорошее предложение даже там все равно в цене поднимать в этом году подарок на день рождения я себе решил сделать именно тот которым мы будем пользоваться да не машины уже а вот такими замечательными автоматическими воротами попросила ребят сделать успеть ворота к моему дню рождения что в принципе ребята и сделали давайте вам покажу вот такой пульт мы заказали их еще 22 были в комплекте автоматически вот такой сигнал здесь есть нить чтобы вечером было видно что открывается ворота и естественно есть датчик который если здесь он в поле попадается то останавливается автоматически вот еще мы дальше продолжим делать забор принципе из такого же штакетника вот там будет сделан и на лишим вот эту сторону вот но все как они обещали то есть сделали калитку сейчас вам покажу и в принципе вот именно тот забор который вот такие ворота которые обещали так и сделали мне прям очень понравились так что вот такой себе подарочек на день рождения я решил себе сделать но сегодня у нас будет застолье сегодня у нас будет сегодня у нас будет праздник сегодня приедут гости сегодня будут подарки поэтому оставайтесь с нами я вам покажу будет много чего интересного что-нибудь даже вкусное приготовим потому что я уже все заблаговременно приготовил еще со вчерашнего дня как всегда придут самые близкие наши люди наши в нашей компании так что в принципе я думаю что новых лиц конечно не будет но вот ведь я прошел не автомата тут же открывается потому что потихонечку они закрывались и вот эта вот часть забора до столба также будет новая мы уже предоплату сделали его до того столба все будет красиво и комфортно у нас так что оставайтесь с нами вот можете поздравить ничего такая вот замечательная горелочка накидали немножко дров и вот так вот мы растапливаем огонь не нужно никаких отдельных там жидкостей все остальное любую погоду естественно все можно растопить очень удобно чем раньше этим не пользуюсь я не знаю вот честно столько лет в доме у нас был мангал и все такое и вот что там и только здесь увидели он баллон лежал там ду дак попробуем баллоном растопить опа и теперь он наш друг в растопки костра с которым справится даже бабушка маша то угодно без каких-то проблем потихонечку пошло дело вот и все так ну и пока у нас костер разжигается сейчас еще накидаем немного дров у нас сегодня будет курица вчера замариновал и шею шашлык по рецепту одного армянского блогера понравился мне как он показывает вот и сегодня будем картошку с салом тоже на костре на мангале делать и я расскажу почему именно надо делать так а не как мы раньше делали потому что я думаю что эффект должен получиться гораздо лучше будет сало как правильно мне показалось ну мне рассказать если ты вот так вот делаешь картошку режешь вот так и вставляешь сало и натыкаешь на шампурку сало просто вытекает поэтому нам сказали вот так вот и соответственно кусочек сала мы будем надевать на шампур вот так вот и получится как бы переворачивая его да но будет таять и впитывать в картошку как получится мы покажем так ну вот так вот у нас получается как мы нарезали то есть как правильно надевать было картошку я кстати на это не обращал внимание советов таких не было кроме как наискосок до порезать я сначала надевал картошку на шампур уже резаную потом часть эту вынимал а потом вставлял сало чтобы эту же картошку часть ровненько она подходила к это они вот так вот вертелась непонятно как правильно чтобы плотно сало видите прижималась к середине картофеля вот ну и как мне сказали солить не обязательно потому что сало соленая но тут уже по желанию по вкусу не знаю сами смотрите алексей как раз пришел сейчас будет музыка колоночка радио как она монте карло кстати нам очень нравится это не реклама но тем не менее легка ты видел такую тему как я сделала я имею ввиду наискосок видишь надо было порезать чтобы она сало впитывалось и я картошку но давай сейчас немножко под тушь ясну сейчас даем быстренько наведем порядочек так ну что почти все готово такая у нас румяная картошечка получается ребята у нас подошли папа пришел лёша решил свинца начать или венца продолжать эти эти там они как они стаканчики лёш у нас от прежнего хозяина остался вот такой теремочек возьмем 100 маленькие такие железные кстати говоря помните мы показывали что самому все разобрали говорили что мы будем ее делать и вот у нас на днях пришла вот такая вагонка евро стандарт ну как бы самая вот такая самая лучшая по качеству до без сучков потом конечно покажем и это у нас котел электрический котел тоже распакую тоже вам покажем еще мало как ну она пропиталась хотя бы нормально ну в общем вот такая у нас получилась красота мужчины ты состоялся как мужчина ты состоялся как отец своего семейства а наша старость покажет какой ты на сын когда-то когда-то в молодости я видел один фильм в семье жила мама и ее на праздники когда приходили гости выводили наряжали выводили за стол все вставали все приветствовали ее она мило со всеми здорово вас улыбалась значит кушала поразговариваю и уходил от себе я очень мечтаю старость была такая я считаю что моя моя мечта сбылась пусть мечты сбываются спасибо 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 я тебе желаю конечно только здоровья на дачу нужно сил теперь много я рада что если ты нашел свое хобби вот это вот ты теперь будешь кашеварить я тебя люблю спасибо а подарок не успел приехать да ну а какой расскажи коптильню я заказала коптильню она ого смеетная то есть у тебя расширяются эти кулинарные эти расширяются у нас как в Сталин Компешиев пристройку здесь пристроишь и будешь готовить Лисей Павлович вот имененник у нас готовит шашлык для нас для всех да вчера вчера все замариновал да выбрал шею посмотрел опять же армянского блогера который посоветовал правильно сделать если будет вкусно то я вам потом расскажу а если не будет вкусно как будет не вкусно это же мясо мясо будет вкусно мы уверены в общем я нашел себя я нашел все занятия в будущем на пенсии чем заниматься надеюсь у меня будут внуки с которыми я буду что-нибудь готовить куда-нибудь ездить это моя мечта мы тебе построим шаурмянную да и шашлычную все я готов все и у нас готовы угли смотрите ай красота мы картошку и эти куски кинем вот сюда вот да хорошо не влезает да у нас это все дело да сейчас мы немножко уберем вот сюда все надо чтобы она у нас накрылась пока она горячая и немножко потомилась да да накрыть лавашом накрыть лавашом все накрываем лавашом и даем ему потомиться я думаю что все будут довольны мы поздравляем тебя от всей нашей компании знаем что ты хотел качели себе но мы так долго выбирали выбирали выбрать не смогли и решили просто тебе засолить немного денег да скажем так и ты это от всего нашего коллектива на качели это будет именно на качели там действительно деньги да банк полный да то есть влезло все нормально это банк будет банк денежный не знаем сколько там должно на качели хватить если что добавим Алексей тоже присоединился к нам он говорит Елисея тоже поздравьте а лично от себя я хочу чтобы все у тебя было благополучно во всем как бы всем семье смотрите какую мне картину подарили это наша фотография фотосессии которую мы делали в Сочи в Сочи парке вот наша семья а справа у нас тут еще и детишки отдыхают ооо у вас тут порядочек да у вас тут порядок везде молодцы ну вот тут у нас баня мы как в прошлый раз еще разобрали ничего не сделали вагон очка нас ждет поэтому следующие выходные у нас есть занятия чем позаниматься котел уже есть заказали интересную подсветку вам понравится я вам расскажу покажу сюда завели специальный провод провод именно который не горючий наступать не буду сейчас вот так вот покажу видите да с оплеткой специальной то есть будут светильники будет подсветка короче сделаем очень красиво потому что ну как ни крути делаем это для себя и хочется чтобы было красиво ну и лампочку естественно поменяем все здесь будет чики-пуки очень красиво будет так а чем это у нас тут Миша занимается так показывай что ты тут делаешь что это такое лавровый лист многие не знают ты короче собираешь урожай запах то какой да о прям пахнет классно ну пальму я тебе не дам вот это ты можешь подщикать да зато у меня есть здесь монт смотри какой этот ой он мокрый весь мокрый его птички обкакали чуточек надо будет постирать гамак видишь зато как птички поют сейчас все это распустится будет красота а тем временем в нашем саду уже распускаются вот такие вот почечки листочки что то скоро у нас здесь появится честно говоря ребят когда нам рассказывали и говорили здесь там персик здесь там слива здесь еще что то конечно же не запомнишь и не поймешь в чем же разница вот у меня видите Ксения вот не хочет даже одеваться хотя на улице между прочим всего 12 градусов вот у нас тут растут две пальмочки маленькие вот и вот Миша решил поискать себе еще лаврушечки миша вот здесь вот вот это вот посмотри еще вот эту вот эту вот здесь вот сказали немножко лаврушка другая да но ты видишь они немножко какие-то да вот это вот сказали она получше но они наверное оба обе одинаковые видите у нас здесь уже цветет во все цветет у нас алыча нам сказали вот запах обалденный так угли у нас готовы дальше мы приступаем уже к укладке курицы без кости филе бедра мы уже подготовили так курочка у нас в самом разгаре курочка по зернышку все хорошо все готово у нас все готово ну давайте ну спасибо ну спасибо будьте здоровы девчонки так у нас дадите какую-нибудь посудину вот это готово филе бедра без кости вот это еще немножко потомится снимаем и употребляем ты ребят давайте я скажу я как бы спасибо за поздравления спасибо за подарки спасибо за то что вы пришли я вот на самом деле очень сильно горжусь меня переполняют эмоции потому что у меня есть семья у меня есть друзья этот у меня есть коллектив у меня есть друзья и каждому человеку у меня есть свой индивидуальный подход то есть это близкие родственники работники с кем я работаю да и вообще в целом мы создаем одну и ту же не только компанию но семью мы все праздники отмечаем все вместе мы дарим друг другу подарки я этим очень дорожу потому что на самом деле переезжаем в другой город я даже не рассчитывал на то что это когда-то у меня такое будет мы обросли здесь мы переехали мы как-то стараемся все это делать мы Пашу встретили через 3 года так мы Пашу не быстро встретили в одном доме да и ну как-то вам огромное спасибо я на самом деле вот ну вот хочу что сказать самый дорогой для меня подарок это чтобы вот это все оставалось мне не нужны деньги мне не нужно богатство это все я сам заработаю это мелочь я хочу чтобы вот наша дружба она оставалась вот этим я дорожу и я думаю что все наверное знают что когда открывается какая-то компания есть такая текучка а я каждый вот каждый праздник каждый год там каждую годовщину всегда напоминаю себе и всем говорю вот я этим горжусь мне никто не ушел я этим горжусь это все таки как бы ну вот я за это болею и я хочу чтобы вот меня окружали самые достойные люди и друзья и чтобы все были счастливы довольны и я все для вас сделаю для того чтобы вот праздник у всех был одинаковый чтобы не было так у него вот так вот а у вас не так чтобы все одинаково все спасибо вам огромное за подарки ну все ребят как то так такой день рождения первый день рождения у нас на даче в замечательной компании замечательным настроением вам спасибо большое за поздравление лайк поставьте нашей команде не мне не в счет моему дню рождения о нашей команде и нашим родственникам которые меня люди хорошие окружает я их очень сильно ценю на этом строится вся наша компания в целом и работа в том числе для меня это очень сильно важно все удачи хорошего настроения пока